Я никак не налюбуюсь на эти красивые дома. Сейчас как раз закат, и они так красиво хорошо выглядят на этом вечернем солнышке. Уж не знаю насколько они хорошие внутри, эти квартирки, эти комнаты, но снаружи очень даже симпатичные. Все, мы идем дальше. Найдем сейчас место где покушать, сидеть, отдохнуть. И вот он большой который парк. Здесь же небольшой парк с аттракционами и вот огромный-огромный бассейн. Старинный лечебница-здравница, скажем так, горячий родник. Несколько бассейнов и вот этот огромный бассейн. Здорово, конечно. И есть еще один, более такой для взрослых. Я так понимаю, нет такого пространства, нет горок. Там более-более спокойно. Ну вот, а мы через мост идем дальше. Смотреть на город. Классный мостик. Мы здесь на мосту стоим. Так здорово у них здесь, считай, река прямо посередине города проходит. А дальше там идет тоже железнодорожная станция и старый город со всеми ресторанчиками, барами и кафе. Очень здорово. Такая штука, чтобы люди не падали, видимо. И вот прям по этой реке сплавляется на лодках всевозможных. Здесь я гляжу, они строят новый мост. Вот. Хороший такой городок. Прям для любителей такого активного отдыха и не очень активного тоже. Каньон туда дальше уходит. Это речка Колорадо. Сама та самая река Колорадо. Очень-очень-очень красиво. По нашим ютовским меркам, скажем так, по нашим, ну, имеется ввиду здесь вот по природе, по той, по тому климату, который у нас сухому, вообще здесь красиво. Здорово. Ну, как здорово. Я хочу посидеть на улице, если честно. Посмотрим, если все остальные тоже хотят где-то на улице. Вот прям на крыше у них там кафе. Бар. Стейкхаус. То есть там делают стейки. Вон как классно. Такой цивилизованный красивый отдых. Такая прелесть. Хороший выбор кафе и ресторанов здесь, я бы сказала. И очень все мило, уютно. Очень много на улице, где можно посидеть. На прохожих, как говорится, посмотреть. Супер. Он, по-моему, не знаю. Все равно все. Тут пара улиц, можно сказать. Тем не менее, вон индийский стаичек. Много разных видов кухонь даже есть. Польская, немецкая, итальянская, мексиканская, американская. Вино и напитки. Вот, видите, у нас нельзя вино купить, кроме как в государственном магазине. Кикюра водочном, а вот здесь можно. И вино более популярно в других штатах, нежели у нас в Юте. Здесь такая галерейка небольшая. Вот, fire station, то есть это пожарная станция. Разные камни здесь, украшения всевозможные. Много таких именно магазинчиков с украшениями, всякими безделушками туристическими. Тёмная аллея, здесь называют Alley. Между домами было лучше не соваться, а так, я вижу, они здесь ремонтируют много чего. Ну, видимо, более современный город, он как-то вот в ту сторону распространяется, а около станции более старый город. Красивое такое здание. Вот весь центр города. Глэмлот Сприндс. Газетку можно взять. Газету. Сейчас мы ходим, просто смотрим, что здесь есть. Какие-то кафе, рестораны, которые нам понравятся, посмотрим. Какая-то католическая церквушка небольшая. А через дорогу какое-то мероприятие, играет музыка. Благотворительность от католической церкви. Симпатичное здание такое. Тут, наверное, выращивают марихуану. Наверное. Очень интересно. Ну, а здесь на этом уже теперь можно делать официально бизнес. Да, зеленая медицина и здоровье. Аптека. Что-то типа такого. Но это значит точно выращивают. Но это вам не юто. Здесь можно. Красивое деревце такое. Ёлка. Там мороженое продают. Я мороженое стать не стала брать, потому что скоро ужинать. И мне хочется место в желудке для ужина освободить. Тут у меня копченые ребрышки, копченая говядина, капустный салат. Красотища на улице. Наелись я просто вообще. Все, что осталось от моего ужина. Очень было вкусно. Вкусное было пиво. В общем, мы теперь идем обратно спать. Потому что завтра день, и мы хотим много чего посмотреть, отдохнуть. Поэтому нужно спать. Ой, какая собачка. Красотища. Пока мне очень нравится это место. И многие наши, кто живут в Юте, в Salt Lake City сюда приезжают, чтобы отдохнуть. Почувствовать себя еще свободнее, чем даже в Юте. Вообще, конечно, местность очень похожа на Ютуб. Но, тем не менее, все равно какие-то те же самые ликерные законы отличаются. Кстати говоря, мы были в ресторане. Он называется Smogs. Это, то есть, копченое мясо. Всякие там ребрышки и тому подобное. Было вкусно. Вот вечерняя улица в огнях. Вот этот был стейкхаус, но мы туда не пошли. Но он, кстати говоря, приличный так по стоимости был. Там долларов 20 за первое блюдо. Это итальянский ресторан какой-то. А мы пошли именно в копчености. Мясо захотелось. Но я не жалею. Было вкусно. Ну все. Идем. Иду спать. Завтра. Завтра хотим посмотреть. Здесь есть пещеры. Подняться на подъемнике на вершину горы. Поэтому нужно выспаться и подготовиться физически к завтрашнему дню. Ну вот. Всем спокойной ночи. Хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока.